Строительство – одна из самых развивающихся сфер в регионе. Ежегодно в области возводят новые объекты социального назначения, улучшают облик школ, на месте аварийных появляются новые современные здания. Об этом говорили на очередном брифинге региональной службы коммуникаций. Руководитель управления строительства области Алибия Кантазиев подробно рассказал о проделанной работе за прошлый год. В течение 2020 года в области было реализовано 18 социальных проектов. Это 9 объектов образования, 2 объекта здравоохранения и 1 объект социального обеспечения, по 3 объекта культуры и административного назначения. По просьбам пациентов и врачей областной многопрофильной больницы разрешена проблема нехватки помещений для приема больных. Теперь для экстренных пациентов есть отдельное место. Сделали специальную комнату для посетителей, для сопровождающих. Теперь они не сидят в коридоре, для них созданы комфортные условия, отдельные помещения. Также еще предусмотрены палаты интенсивной терапии и экстренные мини-операционные. Все мы знаем, что в экстремальных ситуациях, когда боремся за жизнь людей, каждая секунда дорога. В связи с этим были приняты такие технические условия. И на сегодняшний день при поступлении в областную больницу врачи имеют возможность моментально оказывать медицинскую помощь. В данное время разрабатывается программа, которая войдет в Нурлежер. Это станет новым механизмом жилищного строительства в сельской местности. Каждой работы дать, желающий улучшить жилищные условия своих работников, получит 50% субсидий от государства при самостоятельном строительстве дома. Основные требования данной программы – это чтобы стоимость жилья не превышала 10 миллионов, площадь жилья не должна превышать 100 квадратов. Застройщик, работодатель на селе, должен иметь собственный земельный участок и проект с методом документации. В начале реализации застройщик заключает соглашение, договор с местным исполнительным органом, с районными отделами строительства. После реализации проекта, ввода в эксплуатацию, местные исполнительные органы будут субсидировать 50% от стоимости жилья, построенный вами для ваших работников. На сегодняшний день Акиматом Западно-Казахстанской области подана заявка на реализацию 500 таких домов. Комитетом строительства она одобрена, но пол еще открыт, так что желающие могут воспользоваться этой возможностью. В текущем году завершится строительство еще шести фоков в районах области, а также детско-юношеской спортивной школы в поселке Зачиганск. Кроме того, планируется открытие многофункционального объекта культуры на площади первого президента. В рамках брифинга прозвучало несколько вопросов от журналистов. Один из них касался ликвидации аварийного жилья в областном центре. На сегодня в городе 52 аварийных дома. Кроме того, есть более 200 старых домов. Проблема решается посредством программы государственно-частного партнерства. С начала реализации этого проекта снесено 19 домов, и на этом месте построено 8 новых домов. По плану на 2021 год начнется строительство объектов на улицах Искалиева 151 и 153, по улице Доповской дом 2-6, на улице Айталиева 12 и по улице Молодежная 1. Несмотря на сложности 2020 года, практически все объекты были достроены и сданы в эксплуатацию в установленные сроки, отметил руководитель ведомства. На 2021 год имеются большие планы. Многие проекты в данное время находятся на утверждении. После завершения всех процедур о них будет рассказано подробнее.